добрый день уважаемые гости моего канала и подписчики мои любимые с вами марийка я хотела бы сегодня поговорить на одну тему за что я благодарю судьбу потому что некоторые люди у меня спрашивали уже за что ты так и и благодаришь и что такое судьба судьба это дорога как бы это выразиться лучше это дорога некоих перекрестков постоянных многочисленных которые сотканы из наших ошибках они сделаны на ошибках и судьба это такое слово если задуматься это суд суд оба это как бы незаконченное там нету конца поэтому суд происходит все-таки с некоего куратора или нашего рода или высших сил или творца или бога кто во что верит конечно кто как называет своих богов вот суд это и есть судьба суть твоей дороги которая изначально тебе дана с твоего рождения свет то есть ребенок который приходит сюда через тело которое называется мама как привыкли это говорит момент рождения я протестировала в операционной более двух двести кесарево сечения и дети когда появляются на свет они выходят из утробы матери это для детей вот говорят рождение ребенка а поистине это смерть ребенок приходит считаете что с потустороннего мира и в этот момент он перестает дышать он не дышит и вот здесь идет опять же перелом между жизнью и смертью и вот в этот момент вселяется дух душа начинает оживать и это и есть смерть вся наша жизнь начинается с этого момента со смерти это и есть перерождение по сути дела мы рождаемся при рождении умираем и и так же мы проходим эту жизнь и очень часто мы умираем пусть даже не физически но вот от неких наших сплетений судеб перекрестков делая ошибки сгорая как мотыльки на огне мы очень часто умираем и после этого воскресаем и вот с этим воскресением воскрешением наш дух только лишь укрепляется то есть тут тоже зависит от человека осознанно он идет по этому пути который называется судьба и он делает эту судьбу сам либо если вы живете на может быть а может быть завтра может а может этого никогда не будет если вы обращаетесь к своей дороге по имени судьба ну махаете руками так и она махнет вам ручкой ничего не будет поэтому жить надо осознанно принимать этот момент ну каждый момент надо принимать и благодарить за то что вам дана целый ковер калейдоскоп из разновидности опыта из разновидности встреч с людьми с каждым прикосновением к тому или другому человеку всегда есть выбор как вы поступите от этого зависит ваша судьба если вы так ну встретите такого человека недоброжелательного улыбнитесь ему и пожелайте ему хорошего дня да можете даже не улыбаться и пройти мимо но я думаю каждая улыбка если вы подарите этому человеку если он даже не отреагирует у него все равно станет тепло поэтому как вы себя поведете так и на вас смотрят невидимые глаза этого мироздания я шла очень много лет к этому чтобы понять поэтому говорю что улыбайтесь этому миру невидимому миру потому что они всегда с нами и старайтесь работать над своим можно назвать характером как это сейчас называется старайтесь защищаться надо когда на вас нападают не подставляйте вторую щеку никогда нужно учиться отстаивать свое мнение отстаивать свою личность если она есть у вас если вы знаете кто вы и куда вы идете если ее нет тогда можете подставлять и правую щеку и левую и целую жизнь так жить но это уже не будет судьба это будет просто предательство самого себя я думаю поэтому здесь важно в этой жизни найти себя обрести заново узнать кто ты вернуться к корням своего рода с честью дальше жить осознанно и не винить других в твоих в твоих неудачах потому что на неудачу нужно смотреть как не на врага а на себя лично раз неудача вас преследует значит значит что-то вы не так делаете значит что-то вы не не поняли я вам желаю все таки обрести себя задуматься над моими словами если вы хотите и тогда может быть вы ступите на свою дорогу под названием судьба всем приятного времени добрых вам суток берегите себя и своих близких пока-пока берем и покажем у д к